AirExplorer это облачный файловый менеджер. По-моему уже интересно. Вообще идея конечно очень хорошая, особенно для тех, у кого аккаунты в разных облаках. Ну то есть не один аккаунт. Давайте посмотрим. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сразу скажу, если у вас не один аккаунт в облаках, собственно ради чего AirExplorer и стоило бы устанавливать, бесплатные версии вам не обойтись. На бесплатном тарифе тут поддерживается только один аккаунт и вообще в принципе очень бедный функционал. Но с другой стороны 36 долларов за пожизненную версию вроде не особо дорого. В любом случае сначала разберемся с бесплатной версией. Сразу же после установки вам предлагают подключить один из облачных сервисов. Их тут много. Давайте возьмем Google Drive, тем более что для Google или Dropbox AirExplorer играет роль приложения, которое запрашивает доступ на изменение удаления файлов. А например от MegaNZ, который шифрует все файлы на диске и вообще про безопасность, он запросит логин-пароль. Не знаю, ничего не хочу сказать ни за ни против, никаких сведений об утечках нет, но какое-то легкое недоверие у меня, например, присутствует. Все-таки логин-пароль. Особенно если информация там хранится чувствительно. Но не буду вас пугать, повода не доверять у меня, например, тоже нет. Переназвали. Удобно, если у вас несколько дисков и собственно все. Вот такое оно. На первый взгляд не очень, но стоит открыть в этом окне, например, компьютер, а в этом подключенный Google Drive и уже вполне себе неплохо. Классические два окна, классические для любого файлового менеджера, кроме естественно того, что в Windows. Почему кстати они до сих пор не добавят нормальный двухоконный менеджер в штатную версию хотя бы опционально, я не знаю. Скорее всего из нелюбви к пользователю. Ну и собственно принцип работы предельно прост. Вот ваше облако на Google, а вот ваш компьютер. Если нужно что-то закинуть на облако, взяли файл, перетащили в правое окно. Файл полетел, все, долетел. В данном случае не важно, правое окно, левое окно можно кидать из любого в любое, поскольку расположение окон, как и их количество, регулируете вы и сами. Ну и работать в Air Explorer вы можете не только с облачным хранилищем, но и со своими локальными дисками. Собственно как в Total Commander, без которого я своей жизни не представляю. Кстати в Total Commander тоже есть подобие облачного менеджера, но посредством штатной синхронизации, например от Google. То есть вот я синхронизировал свой Google Drive и также могу перекидывать и открывать файлы. Но просто не напрямую, а через плагин для синхронизации. Так, ну и давайте с интерфейсом. Тут мы создаем папки, в данном случае под папки в Films. Очень удобная история с закладками. Все папки, с которыми вы часто работаете, можно добавить в закладки и заходить в них вот отсюда. Кстати тут у меня получается подключено также два облачных хранилища, один через Air Explorer, один через синхронизацию. И я тоже могу гонять файлы туда-сюда. Так мы сортируем файлы по дате или скажем по имени. Google Drive тоже можно добавить в закладки. Типы файлов тоже достаточно подробно расписаны, в Total Commander только расширение. Хотя тоже на самом деле понятно что про что. Правая кнопка мыши, ничего полезного. В принципе только создать папку. Причем он создает не под папку, а папку на том же уровне. Кнопка Delete удаляет папку или файл. С зажатым шифтом можно выделить сразу несколько файлов. Ну в принципе тоже как везде. Тут показано сколько файлов выбрано и сколько они весят. А тут свободное место на диске. Тоже крайне удобно. Тут меняются представления, в принципе как в винде. И тут путь до открытой папки, по которому также можно путешествовать. Верхние закладки крайне полезны, но к сожалению относятся к платной версии, кроме поиска. Поиск вполне себе продвинутый, но у меня он ищет только на Google Drive. Хотя вот здесь стоит все. Ну то есть по логике это должно значить все места, включая локальные диски. Ну и дальше функции, которые относятся к платной версии. Они очень полезны, их стоило бы конечно разобрать, но это уже в следующем скринкасте, который выйдет если я пойму, что программа вам понравилась. Тогда поставлю себе платную версию. А пойму я это по количеству лайков и комментариев. Кстати безопасник, с которым я консультировался по поводу Air Explorer резюмировал так. Сам бы я пожалуй бесплатный Air Explorer использовать не стал. Из соображений безопасности. Вот так примерно это выглядит. Я кстати вообще не представляю свою жизнь без файловых менеджеров. Ну это как монтировать без мышки. Все любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вова Ломов и Теплица социальных технологий.